Приветствую вас, аноним. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Возможно, вы сможете подсказать или дать профессиональную оценку ситуации, которая сложилась у нас в семье. В частности, в отношениях отца, моего мужа, с нашим сыном-побростком. Отношения, на мой взгляд, негармоничны. Муж, когда ещё сын был ребенком, никогда не любил заниматься с ним особо. Не проводилось ни время, не стремился находить каких-то общих интересов. И сейчас всё свободное время с ним проводит в своей комнате. У него нет друзей, он замкнут и нелюдим. В своей 16 он не самостоятельный, совершенно ничем не интересуется, кроме компьютера и ютуба, где он создал свою страничку и проводит там всё свободное время, всё там, всё свободное время сейчас на каникулах. А в школе успеваемость всегда была хорошей, старательной, доброй по натуре, не конфликтной. Поэтому со школой проблем особых нет. Но вот дома мне больно смотреть на их отношения с мужем. Постоянная критика его, его занятия, интересов, ничего взамен. В обед и вечером только бы не мешало. Син никогда не едет с нами за одним столом. Муж его прогоняет, типа мешает, спокойствует, всё в таком духе. Ему всегда важно, чтобы ему не мешало. Подумать тоже всё делает только сам. Син не делает ничего. Отец его не происходит, никогда не привлекает к делам. Я прошу помочь с уборкой, но всё делает из-под палки, даже за собой убирать. Я раньше долго всё делала сама, убирала, относила, приносила. Но потом, когда понимала, что так больше нельзя, перестала. И куча мусора теперь только растут, пока у меня не лопается терпение. А мужа и так всё устраивает, пока он ничего не видит. А он не видит, потому что они практически не общаются. И муж не заходит в его комнату. Сразу, предвидя возможный вопрос, скажу, что Берка в своё время хотела больше я. Муж не настаивал, но и против тоже не было. Когда сын родился недоношенным, был очень много заботился и помогал мне с ним. Но вот затем, материальная забота от него есть всегда, надо сказать. Но вот такое поведение только бы не мешало. Но очень переживаю, чувствую вину перед сыном. И жалко его очень, что отец не занимается им и так относится. Интересно, ещё заметил, что заметил, что когда они остаются вдвоём, а детка правда, находит и общий язык, и общается даже муж. Прислушивается, отвечает ему. А когда все втроём, то конфликт или глухой игнор его, как будто из меня всё. И из-за этого снова чувство вины. Я даже думал, может мне попробовать отдалиться, оставить их на время одних. Пускай бы пообщались подольше, построили свои отношения без меня по мужике. Или наоборот, нужно нам, сынам уже давно отдаляться было от мужа. А я всё сидела, и хоть я объясняла много раз, что сыну нужен отец терпел, а в надежде, что всё ещё наладится в их отношениях. Что я делаю или понимаю неверно в этой ситуации. Но само собой аноним переменных здесь достаточно много, поэтому, мне кажется, какие-либо теории и какие-либо гипотезы можно строить постольку, поскольку, по крайней мере, мне так кажется, мне так видится, я так думаю, потому что вам нужно задавать вопросы, с вами нужно общаться, чтобы как-то более полно увидеть в данном случае ситуацию. Но то, что я могу сказать с уверенностью, пожалуй, сейчас совершенно точно это то, что у вас изначально с мужем отношения были выстроены как-то несколько не так. Как сказать, наверное, сложно, хоть и можно. Мне кажется, что вы в вашей семье родитель, мама, но не только для своего сына, но и для своего мужа тоже. у меня сложилось такое впечатление, что и муж ваш также не особо самостоятельный. Да, вы говорите, что он все делает сам, но есть у меня ощущение, что вы такая вот строгая мама и жена, которая что-то требует, что-то к чему-то призывает, к чему-то агитирует, и и ну в общем-то на первом плане да, как скажем, формально что-то работает. Но по факту нет. По факту не работает. Мне кажется, что вы заняли родительскую позицию глобально. Вот. А так, чтобы самой проявить, например, что-то детское или самой проявить что-то взрослое, то есть повести себя как взрослый, вы не можете. чтобы спасать получается два таких больших ребенка. Вот. К одному из которых у вас ожидание, собственно говоря, критика это в отношении мужа, судя по всему, а ко второму у вас жалость и чувство вины. То есть отношение с сыном у вашего мужа это отражение ваших с ним отношений. Хотя, безусловно, здесь есть нюансы. В виде, например, того, что ваш сын, как я понял, родился с некоторыми проблемами и вполне вероятно, что мужчина чувствует свою неполноценность в данном случае из-за того, что у него сын не совсем здоров. Такое бывает. Мужчины в этом плане, к сожалению, весьма чувствительны. Причем, мне кажется, что неполноценный муж чувствует себя в контексте вас. То есть мне показалось, что вы выстроили свои отношения с мужем так, что он должен соответствовать планке, которую установили вы. Я могу ошибаться, но выглядит это так. Вот, например, вы говорите, ребенок ребенка хотел я больше. Муж не настаивал, но и не был против. То есть получается, что ребенок родился до вас. Хотелось бы знать, а зачем вам ребенок? Почему вы его хотели? Только не нужно здесь говорить о том, что я должна была родить и так далее, и так далее, и так далее. Ребенок приходит тогда, когда он нужен, когда к этому готовы родители. В данном случае ваш муж особо к нему не был готов, особо не был в нем заинтересован, но пошел вам на уступку. И получается, оброшался, потому что ребенок родился недоношенным. Мужчина воспринимает это как подтверждение своего несовершенства. Поскольку вы носили с ним очень много и очень много уделяли ему внимания своему сыну, могла развиться ревность и отношение вашего мужа к своему сыну как конкуренту. Конкуренту за ваше внимание. Сейчас это тоже происходит. Вы испытываете больше нежности и больше теплых чувств к своему сыну, но не к мужу. А мужа критикуйте, говорите, что он не очень хороший отец, что в свою очередь провоцирует еще больше ревности и недовольства и агрессии у мужа к вашему сыну. Потому что ваша семья стала полем боя за ваше внимание и за ваше одобрение. и в данном случае муж и сын решают эту проблему каждый по-своему. Сыну невыгодно быть самостоятельным, потому что когда вы перестанете его жалеть, перестанете уделять ему внимание, а мужу невыгодно переставать его критиковать, потому что тогда вы также перестанете уделять ему внимание. Это такой достаточно замкнутый круг, конечно же, получается. Я повторюсь, мне показалось, что вы такой глобальный родитель у своего мужа и у своего сына. А ведь мужу вы не родитель, мужу вы жена, мужу вы как бы женщина любимая, мужу вы партнер, и чисто условно, достаточно упрощенно отношения мужа и сына вас не касаются. Ну, в том смысле, что они выстраивают отношения сами. Заметьте, когда вас нет, у них налаживается контакт. Почему? Потому что не надо бороться за ваше внимание. Не нужно бороться за... Не нужно быть перед вами, как... кем-то. Кем-то. И мне кажется, что здесь сами того не желая вы сформулировали некоторое условное поведение у своего мужа и сына. Понимаете, да? Не очень логично звучит то, что вы говорите, что нам надо было с сыном давно отдалиться от мужа. Зачем? Почему? С чего? Если без вас они общаются неплохо. Зачем отдаляться-то? А у вас-то чувства к мужу какие? Вы к нему что-то чувствуете? Вы его любите? У вас есть к нему теплые чувства? Почему вы говорите брату, что нужно было отдалиться? Честно говоря, здесь для меня не все понятно и очевидно. Да? Вот собственно чувство вины, ваше чувство вины и жалость. по сути это непринятие вашего ребенка таким, как он есть. Это стремление к гиперопеке своего рода и привело к тому, что ваш сын не самостоятельный. Ну, то есть вы обратите внимание, как говорите про то как именно сын взаимодействует например со своей комнатой. Вы говорите, что я как бы убираюсь, да, прошу помочь убрать с уборкой, помочь с уборкой прошу, но сидел из-под толки даже за собой убрать не хочет. Вот. Раньше долго все делала сама, говорите вы. Вопрос зачем, для чего. Сейчас вы делаете тоже все сами, но с перерывами, когда у вас терпение лопает. Я вот только не очень понимаю, как ваше в данном случае терпение связано с тем, что происходит у вашего сына в комнате. Ну, то есть его комната это его территория. Как хочет так там и должно быть. Разве нет? Почему у вас лопает терпение по поводу того, как у него в комнате? Есть ощущение, что личные границы вашего сына вами не уважаются. Есть ощущение, что вы сами своих личных границ не чувствуете. А почему? Потому что вам его жалко. Потому что у вас чувство вины. Вот. То есть, не позволяя быть себе, именно себе такой, кака вы есть, вы не позволяете своему сыну быть таким, какой есть он. Если вы говорите, что он, к примеру, не конфликтный. Если вы говорите, что он добрый, если вы говорите, что он срательный, значит, это то, о чем идет речь, а именно уборка. Его не трогают. А почему? Вот задавайте себе этот вопрос. Почему вы не трогаете уборку? Потому что вы не выражали своих чувств по поводу. Вы не демонстрировали ему, что вам грустно от того, что у сына в комнате беспорядок. Вы просто брали и убирали за него. Понимаете, да? Какая штука. И то же самое, судя по всему, делает ваш муж. Вот. Ну, зачем ему проявлять что-то к сыну, когда у него есть вы и так делаете все по мнению муч. Ну, ваш. Скорее всего. Еще один важный аспект. Вы как бы озвучивали свою позицию. Не озвучили позицию своего мужа. Что он думает по этому поводу? Считает ли он проблемы то, что происходит? Или как? Потому что если для вашего мужа это не проблема, это один момент. Если проблема, это другой момент. сын совершенно очевидно, что вам, если хотите, чтобы сын как-то более ценностно к себе относился, вам нужно учиться ценностно относиться к себе. А пока этого не происходит. Пока вы требовательны очень к себе и требовательны к своим близким. Так это не работает. Вот. Вот вы говорите, что значит ам... нас внутренний людям. Ну, как правило, при гиперопеке такое бывает. Вся инициатива изначально подавлена. Ты не смотришь, не надо, у тебя ничего не получится, и т.д. Вы сейчас сами говорите, что всё дело за него. Ну а с отцом тут история сложная, ну посложнее смотрим, потому что с точки зрения отца не знаю, и считать он вообще это проблемой. Вы говорите, значит, что он всё время заказывает за компьютером, а у него страница на ютубе. Ну что, если ему это интересно, что плохого? Вот вы говорите, да, что как бы, ну, что отец его критикует, а вы не критикуете его? Раз вы поддерживаете его в лечении компьютера на ютубе, сейчас это тренд, сейчас это тренд. Все подростки хотят быть ютуберами, это нормально. Время такое, ну, мода, потом это пройдёт, но пока это модно. И для вашего сына это важно, как для подростка. Он таким образом, да, немного специфическим, но чувствует, что принадлежит чему-то большему. Для подростка это очень важный момент. Так, я могу ошибаться, но мне кажется, что вы не поддерживаете его в его увлечениях. Вы не спрашиваете, сын, а что ты делаешь? Вот как бы, чем ты занимаешься? Вот, а что это такое? А что это? Расскажи, мне тоже интересно. Может быть, я могла бы тебе там помочь или что-то ещё, или свою страничку на ютубе создать? Нет, так говорить. Вы обесцениваете то, что он делает, судя по всему, а отца вы критикуете за то, что он не стремится находить общих интересов. Как бы, я повторюсь, я могу ошибаться, может быть, вы поддерживаете, но в тексте этого нет. В тексте нет этого. Нет свидетельства того, что вы поддерживаете, ну, там, увлечение своего цель, скажем так. Понимаете, да? Вот, поэтому я думаю, что не всё так однозначно здесь, как минимум. Дальше. Вот вы говорите, значит, он самостоятельно и вообще ничем не интересуется, кроме компьютера ютуба. Вот вопрос. Какой мотив вашему сыну интересоваться чем-то, кроме ютуба? Ну, серьезно. Какой мотив вашему сыну что-то делает? Когда он знает, что вы потерпите, 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 потерпите и всё сделаете, что необходимо. Вы же не доводите до точки критической, когда уже всё, когда сыну уже плохо, а он себе не враг. Напротив, он очень экономно расходует свою энергию. Он не делает того, что могут сделать за него. Понимаете, да? Поэтому, вот, как бы, это очень важный аспект. Дальше. Идём. Значит, так. В школе хорошая успеваемость. Со школой проблем особых нет. А насколько вам важна школа? Вам, лично вам, насколько важна школа? Дальше. Значит, дома мне больно смотреть на их отношения с сосудом. Смотрите. Вам больно из чувства вины, из жалости к сыну? Корызово. То есть, ваша боль, это проекция конфликта. Если отец и сын не будут так себя вести, я не буду чувствовать вины и жалости. Но, если я не буду чувствовать вины и жалости, что я буду делать? Вы же хотите своему сыну и... Вы хотите своего сына и мужа исправить. Не выгодно вам, чтобы у них всё было хорошо. Исправлять тогда нечего будет. Неком беспокоиться тогда будет. У меня волей-неволей появляются вопросы. Вопросы, а умеете ли вы жить для себя? Умеете ли вы жить для себя? Да, вам пришлось нелегко. Но вы исправились с этим? Вы вырастились, как я понимаю, здорового ребенка? Это хорошо, вы молодец. Но умеете ли вы жить для себя? Здесь кажется, честно говоря, что не очень. Поэтому ваша боль, это не только желание сыну, чтобы у него всё было хорошо. Хотя это тоже. Но это, в то же время, единственный, судя по всему, по крайней мере, из описания, для вас способ реализоваться. Это, это проблема. Это совершенно точно является проблемой. И проблемой, как мне кажется. Ну, достаточно стрелок. Дальше. Так, постоянная критика его занятий, интересов, ничего взамен. В обед, вечер, лишь бы не мешало. Да? Вот, знаете, в психологии есть такой вид, вид психологических игр, где люди делают всё, что угодно, лишь бы не быть искренними. Вот вы играете в игру «Суд», мне кажется. Отец и сын. Да. Соответственно, обвиняемый и обвинитель, а высадья – арбитр. Нет. Это позиция НАТО. И на вас смотрят, в какой-то степени, из-за этого снизу вверх. Понятно, что не во всем, понятно, что в определённом контексте, но, надеюсь, понятно, что я имею в виду. Дальше. Сын никогда не едет с нами за одним столом. Муж его прогоняет. И, типа, мешает спокойствие, всё в таком духе. И ему всегда важно, чтобы ему не мешало. Вот здесь вы обобщаете. Во-первых, то есть ему всегда важно, чтобы ему не мешало. Это звучит как будто ваша личная обида на мужа. И, ну, как бы, не стоит, наверное, смешивать, да? Но если ваш муж такой человек, он такой человек. Этим ничего не поделать. Меняться он вряд ли захочет. Если человеку хочется, чтобы ему не мешали, ну, особенности людей, мне кажется, нужно уважать. Вы вправе принимать или не принимать, но уважать, мне кажется, необходимо. Что касается того, что он прогоняет сына, то лично я думаю, что дело здесь в ревности. Он знает, что если сын будет, вы его окружите вниманием. Вот заметьте, как вы ведёте себя, когда ваш сын рядом. Какие чувства у вас? Какие ощущения? Как вы к мужу относитесь при сыне? Обнимали ли вы его хоть раз, своего сына? Ой, своего мужа, простите. Обнимали ли вы мужа при сыне? Словали ли вы с ним? Вопрос. То, что вы сына обнимали при мужа, это факт. А вот мы уже при сыне. Далеко не факт. Понимаете, да? Поэтому тут вот очень, очень, очень важный аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше. Так, значит, подумаю, делает только сам сын, не делает ничего. Отец у него просто никогда не попросил. Ну, здесь вот, опять же, если мы говорим, если мы говорим конкретно про распределение, ну, семейных обязанностей, да, если мы об этом говорим здесь, то, конечно, конечно, определённая проблематика здесь есть. Но, повторюсь, тут нужно выяснять, каким образом отец к этому относится. Вот. Может быть, отец и хочет, чтобы сын оставался, так скажем, не самостоятельным, вот. Потому что, если он, ну, будет самостоятельным, да, условно говоря, то, как бы, что тогда, как бы, отец будет делать, какие у него будут шансы. Если есть элементы, вот, ревности, там, и так далее. Вот. Это всё неприятно, я знаю, но, тем не менее. Но тут есть нюансы. Значит, по поводу уборки я уже говорил, поняла, что больше так нельзя, пишите вы. Да, вот вы поняли, что вот, ну, что так больше нельзя, а вот скажите, пожалуйста, как вы это поняли? Ну, то есть, каким образом вы это поняли? То есть, когда вот наступил, тот вот такой, ну, скажем так, переломный момент, что вы поняли, что так нельзя, ну, больше, что случилось. Дальше, значит, так, перестало, куча мудрость растут, в таком нетерпением опыт, сможет всё устраивать. Почему его должно не устраивать, непонятно, вот. Значит, так, про то, что вы хотели ребёнку сказал, очень заботился помогал, ну, вот затем, а затем что-то произошло, вероятно. Что-то произошло, что вы эмоционально с мужем как бы отдалились друг от друга. Вот, вот, очевидно, такая история произошла, что отдалились вы от мужа. Почему-то. Такое поведение только бы не мешал, очень переживает чувство внутренности, но жалко его очень. Соответственно, занимается и не так относится. С этим надо работать. Чувства вины и жалость не те чувства, которые могут как-то вообще помочь в данном случае. Вот. Я вам совершенно серьёзно говорю, вот, вот совершенно не те чувства, которые могут вот хоть как-то вообще, хоть как-то помочь в данном случае. Поэтому, да, эээ, как бы, что-то делать можно и нужно что-то делать, что-то делать можно и нужно. Вот. Но, как мне кажется, не из вины. Вот, совершенно точно не из вины. Не из, эээ, ну, не из, эээ, чувствовины, которые у вас есть, вот, ну, как бы, в данном случае. Вот. Поэтому, с этим нужно работать. Вот. Вы от себя требуете в данном случае, судя по всему, ну, большего. Я имею ввиду, чем реально можете от себя требовать. Вот. И, соответственно, к сыну у вас по большому счёту, ну, такая же история. Соответственно, если вы и от сына требуете, таким образом, ну, больше, чем, условно говоря, он, ну, он, в данном, наверное, случае, может. Вот. И, в итоге, ситуация просто такая вот, да, получается. Вот. По факту, по факту, и у вас, и у мужа есть трудности. Эээ, и, мужу нелегко, и вам нелегко. Эээ, вашему ребёнку, вашему ребёнку, эээ, конечно, не повредит помощь психолога. Эээ, меня несколько, эээ, удивляет вот, вот, тот факт, да, что вы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А ведь отношения разрушить можно всегда, это делается быстро, надо, да, вообще, а вот можно ли отношения сохранить, можно ли их улучшить, вот в чём вопрос. Поэтому ваш настрой, честно говоря, вызывает вопрос. Вот, если мужа и своего сына вы переделать не сможете, то это и не нужно, честно говоря. Вот, вы не сможете переделать людей, там, против, ну, против их водок, если вы не сможете, то вы можете изменить своё отношения, можете изменить своё поведение. Вот, и в первую очередь это касается тех аспектов, о которых я говорил, вот. Может быть, вы чувствуете, ну, постоянно, что делать что-то не так, и постоянно у вас высокая планка. Вот, когда вы пишете, что значит, очень много заботился и помогал мне с ним, да, вот вы говорите, ну, не постоянно сейчас, но в какой-то момент муж понял, что всё, сыну, как бы нужно дальше маму, а вы же остались. Застались в этой вот заботе о нём постоянно. Знаете, к чему это привело, мне кажется, вы в данном случае видите. Вот, как-то так. Надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!